Привет, друзья! Видеоканал Русская Америка. Меня зовут Юрий Моша. Я тут планирую записать серию видео по торговле на Амазоне, потому что есть интересные истории. Я расскажу, как люди начинали развиваться в интернет-торговле в Америке. Это истории моих знакомых, людей, которых я знаю. Так что в ближайшее время, кому это интересно, смотрите на канале Русская Америка. А сейчас хочу обратиться к зрителям с таким вопросом. Напишите, пожалуйста, в комментариях ваше мнение. Что может производиться в вашей стране, в Украине, в России, в Казахстане, в Узбекистане? И что, на ваш взгляд, может продаваться в США? Я простой пример приведу. Допустим, вот тоже пример из моей жизни, из жизни предпринимателей, которые живут в Америке. Производят форму хоккейную. В России шьют хоккейную форму. Эта форма дешевле в разы, чем аналог, который продаётся в Америке. То есть, вещь, которая в Америке будет популярна, потому что в Америке играют в хоккей, в Америке покупают хоккейную форму. И если эта хоккейная форма продаётся на Амазоне, то её будут покупать, потому что она значительно дешевле, а качество не хуже. Таких примеров предостаточно, но вот я хотел бы услышать мнение от зрителей, что, на ваш взгляд, может продаваться, может быть, в вашем городе что-то производится. Я понимаю, что в основном всё производится сейчас в Китае, и в основном, конечно, успешные проекты, которые реализуются на Амазоне, успешные товары, которые продаются на Амазоне, это всё-таки товары китайского производства. Вот как раз вот эта статья, которая сейчас у меня открыта, здесь рассказано о том, как вот этот склад Амазона, у каждого такая вот ячейка есть. Ну, это потом я очень подробно расскажу, как это всё происходит. А вот тут история, история человека, который начал просто делать коврики для йоги под своим брендом, и как он в Китае производил, а продавал в Америке. И как он разбогател. Я расскажу две истории из жизни тоже моих знакомых. Один производит наушники под своим брендом, делает в Китае, продаёт в Америке, а второй делает кухонные всякие принадлежности, там, солонки, чайнички, такие какие-то маленькие вещички, которые нужны на кухне. И тоже, как он начинал, продавал сначала там по коробочке, а сейчас уже контейнерами возит. Но это история, когда товар всё-таки делается в Китае и здесь продаётся. А вот интересно всё-таки поговорить о товарах, которые производятся в Украине, в России и в других странах бывшего Советского Союза, Белоруссии и так далее. И, возможно, на ваш взгляд, я вот обращаюсь с зрителем, чтобы вы написали, на ваш взгляд, вот этот товар бы хорошо продавался в Америке, как я вот пример привёл с хоккейной формой. Пишите в комментариях, будет интересно почитать и посмотреть. Пока. Субтитры подогнал «Симон»